Кремниевая индустрия Кремниевому в человеческой истории материалу для производства орудий, труда и оружия, как кремень. Какую роль он сыграл в истории Тульского края с древнейших ее времен. Ну, начнем. Общеизвестный факт, что первые орудия из кремния появляются в эпохе Палеолита, который расшифровывается как древний каменный век. Нижним разделом Палеолита является Нижний Палеолит. Это период, охватывающий время от 2 миллионов лет назад до 100 тысяч лет назад. В это время появляются первые существа, которые относятся к роду Хома, которые, собственно, начинают первыми изготавливать орудия труда. Из дерева и камня, в том числе и кремния. Самый известный памятник в мире этого периода – Алдувайская пещера, где найдены самые древние орудия, сделанные из кремния как раз 2 миллиона лет назад. На территории нашей области древности этого времени, к сожалению, нет. Орудий из кремния людей эпохи Нижнего Палеолита не обнаружено. По той простой причине, что во время эпохи Нижнего Палеолита территория Тульской области была занята огромным ледником. Здесь проходило, так называемое, захватывало нашу территорию, так называемое Днепровское оледенение, которое длилось практически 150 лет. Так что, к сожалению, этот период нашей области не охвачен. За ним следует так называемый средний палеолит, или в литературе он еще называется как эпоха Мустья. Это время бытования человека неандертальского типа, который также продолжает и совершенствует изготовление орудий труда из кремния. Эпоха Мустья фрагментарно представлена на территории нашего региона. Это несколько местонахождений. В основном на океа. Возле села Мишинское, Беохово, Митина, Марьино встречаются единичные находки орудий труда эпохи Среднего Палеолита или Мустья. Это большой кремниевый остроконечник, дисковидный нуклеус мустерского облика и несколько скребков. Ну, это, скажем так, орудия универсального применения, скребки, режущие орудия, рубящие орудия. Орудия эпохи Мустья, которые найдены на территории Тульской области, они принадлежат к так называемой леволуасской технике обработки кремния. Существуют две основные техники обработки кремния для периода Среднего Палеолита. Так называемые леволуа и клектон. Техника обработки кремния клектона предусматривает разбивание кремниевой конкреции и потом из подходящих обломков изготавливание орудий. Леволуасская техника, которая представлена на нашей территории, предусматривает скалывание отщепов с кремниевой конкреции. Затем, когда площадка, идет скалывание первичных отщепов с конкрецией, когда площадки ударной не хватает для скалывания, она отбивается и получается новая площадка для скалывания. И снова отсюда снимаются отщепы. Таким образом появляется тип нуклеуса, который в литературе называется черепаховидный леволуасский нуклеус. Вот один из таких был найден на территории Тульской губернии. Но материалы, которые были обнаружены в нашей области, к сожалению, к комплексам привязать нельзя. Это единичные находки, находки случайные. Поэтому давать какую-то четкую культурную инвентацию, к сожалению, невозможно. Далее за средним палеолитом следует верхний палеолит, который охватывает период от 35 до 10 тысяч лет назад. На территории нашей губернии данные памятники представлены также фрагментарно. Это несколько местонахождений и одно поселение на Оке, в Белевском районе. И местонахождение на Дону, местонахождение монастырщина 5. Кремниевые орудия, обнаруженные на данных памятниках, принадлежат к так называемой костенко-авдеевскому культурному типу. Это население, появившееся на среднем течении Дона в ходе миграции с запада. Техника обработки кремния по сравнению с эпохой мустел совершенствуется. Появляются такие наконечники копий, довольно массивные, как раз с поселения Мишинское. Крупные, тяжелые рубящие орудия, орудия скребковые. Но, опять-таки, главной отличительной чертой этих орудий, я забегу немного вперед, является то, что они все являются цельнокаменными. Цельнокаменными. Запомните, это важно. Как эти орудия к нам попали сюда, ряд исследователей склоняется к следующему. Что Тульская область, поскольку является регионом водораздельным, водораздела двух крупных рек Аки и Дона, соответственно, здесь проходил транзит для миграции населения из среднего течения Дона, где известны очень крупные, интересные, знаковые памятники эпохи Верхнего Палеолита, как раз стоянка Авдеева и стоянка Костенки, по которой, собственно, и называется Костенка Авдеевский культурный тип. И связывают появление этих находок в Тульской области с появлением стоянки Зарайской, стоянки Сунгирь. Как раз по своему материалу, очень сходными с древностями Костенка Авдеевского типа, которые бытовали на территории среднего течения Дона. Соответственно, при продвижении населения оттуда на север, они, разумеется, проходили по течениям крупных рек. Дон и Ака, двумя колоннами. Соответственно, местонахождение по Аке и местонахождение по Дону – это как раз следы прохождения, перемещения данного населения. Далее следует эпоха так называемого Среднего каменного века или Мезолита, который охватывает период с 10 тысяч лет назад до 7 тысяч лет назад. Эта эпоха в плане обработки кремня является в чем-то революционной, потому что здесь появляются принципиально новые приемы изготовления кремневых орутий. Памятники эпохи Мезолита, представленные на территории нашего региона, более обширно. Но, опять же, концентрируются они также по руслам двух крупных рек Тульской области. Это Ака и это Дон. Климат в это время мягчает, потому что предыдущие эпохи – это эпохи последниковые, с достаточно суровым климатом, когда бытовала крупная фауна на территории нашей области, такие как мамон, шортистый носорог, вузкусный бык. А в эпоху Мезолита климат становится мягче, крупные животные вымирают. Соответственно, большое хозяйственное значение приобретают животные мелкие. И индивидуальная охота на них становится основным занятием населения в это время. Соответственно, необходимы новые инструментарии для этого, новые орудия. Такие орудия появляются. Чем наиболее характерна эпоха Мезолита в плане обработки кремния? Это появление микролитической техники обработки кремния. То есть, если в эпохе ранние орудия изготовлялись из цельных массивных кусков кремния, то в эпоху Мезолита появляются орудия, так называемые составные. То есть, из микролитов, из мелких фрагментов кремния, делаются вкладыши и вставляются в оправу. Из чего, собственно, происходит орудие труда. В чем плюс такого орудия? В том, что эти вкладыши, они заменяемы. То есть, при поломке одного или двух орудие не утрачивает свой функциональность, как это было в ранней эпохе. А при замене их в оправе продолжает прекрасным образом функционировать. На данном слайде представлены кремниевые микролиты и пластины так называемой бутовской археологической культуры. Это одна из двух крупных культур, которые бытовали на территории Тульской области в эпоху Мезолита. Чем она отличается? Она отличается, прежде всего, использованием пластинчатой техники, то есть, орудий на правильных геометрических кремниевых пластинах и на технике геометрических микролитов. То есть, вот те самые вкладыши, про которые мы сейчас говорили, они идеально правильной геометрической формы. Как их делали? Пожалуйста, на этом моменте сейчас заострите внимание, потому что во второй части нашего повествования мы к этому вернемся. Это очень интересно. Кремниевая конкреция откалывались последовательно длинные тонкие пластины, которые затем раскалывались на сегменты и получались трапециевидные, либо подпрямоугольные небольшие микролиты, которые затем вставлялись в оправу. Ботовавшая наравне с ней, на территории нашей области, иеневская археологическая культура, она хоть тоже использовала технику микролитическую, ту же технику, но изготовление этих самых микролитов было немного другое. Здесь отщепы с конкрецией кремниевой скалывались не последовательно и геометрически, а хаотично. И отщепы, и самые микролиты, они в основном формы случайной, то есть они аморфные. И нуклеусы, соответственно, если посмотреть, вот типичный нуклеус бутовской культуры, карандашевидный так называемый нуклеус, они правильной формы, потому что вот от них откалывались такие последовательные пластинки. А в культуре иеневской нуклеусы вот такие, аморфные нуклеусы. То есть сколы на них располагаются хаотично, там, где удобнее, скажем так, было по нему ударить. Кроме этого, в мезолите не пропадают и орудия из цельного куска кремния, они никуда не исчезают, они также продолжают бутовать вместе с орудиями составными. Это и проколки разных форм, и скребки на пластинах, и резцы различных форм, концевые, боковые, разные. И в том числе появляются в мезолите такое важное усовершенствование, которое, собственно, и многими исследователями выделяется как характерное для эпохи мезолита, это наличие лука и стрел. То есть появляются наконечники стрел, для чего, собственно, тоже очень важна микроэлектрическая техника. Наконечники стрел в основном на пластинах. Вот такие. На пластинах. Они вставлялись в черешок, в древко стрелы, и, собственно, заматывались какими-то материалами, жилами, возможно, какими-то веревками, сделанными из растений. Следующим периодом археологическим который оставил богатую традицию использования кремниевых орудий на нашей территории является неолит, новый каменный век. Памятники неолита на нашей территории достаточно обширны. Их по сравнению с предыдущими эпохами несравненно больше, как по руслам крупных рек, так и по руслам небольших притоков. То есть население неолитическое в это время как оседлое бытует на нашей территории, так и, в общем-то, кочевое. Встречается тоже. То есть существуют как сезонные стоянки, так и достаточно стационарные крупные поселения. Как всем известно, такое понятие, как неолитическая революция. Переход от хозяйства присваивающего к хозяйству производящему. То есть от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Это справедливо для, скажем так, общей мировой периодизации каменного века. Ну, конкретно для нашей области сохранялись традиционные виды хозяйства. Охота, собирательство, рыболовство и прочее. Эпоха неолита на нашей территории, скажем так, да, она по сравнению с наступлением ее на остальном, на мировом пространстве, особенно на юге, конечно, в плане хозяйства запаздывала. Ну, скажем так, территория водораздельная, часть среднерусской равнины северная, поэтому в этом нет ничего удивительного. Но, тем не менее, инновации, помимо производящего хозяйства, очень важным, отличительной чертой эпохи неолита является появление керамики, разумеется. Хотя существует в отдельных северных регионах нашей страны такое понятие, как бескерамический неолит или керамический мезолит, где керамика бытует и в более ранних эпохах, а в более поздних ее, наоборот, нет. Но, что касается кремниевого производства в эпоху неолита, этот период можно назвать апофеозом существования кремниевой индустрии, потому что именно в эпоху неолита искусство обработки кремния достигло своих высот. Появляются принципиально новые приемы обработки кремния. Неолит по праву считается эпохой, когда кремниевая индустрия достигла своего апофеоза. Появляются принципиально новые приемы обработки кремния. Это двусторонняя ретушь, это шлифовка, это сверление. Даже в самых отсталых районах эпохи неолита изделия из кремния представляют собой произведение искусства. Посмотрите, стрелы в территории нашей области найдены по сравнению с кремниевыми орудиями предыдущих эпох. Сделаны очень качественно, очень аккуратно. Они полностью покрыты ретушью, оббиты с двух сторон, уже имеют черешки, существуют и втульчатые. Но, тем не менее, это признается всеми, что неолит – это вершина кремниевого искусства. Но, несмотря на то, что появляются орудия прекрасного качества, из прекрасного кремния, также продолжают обытовать крупные, грубые, рубящие, скребущие, режущие орудия из цельных кусков кремния. Такие орудия, они будут существовать на протяжении всего каменного века, бронзового и даже железного. Потому что они всегда функциональны, они всегда работают. Непосредственно, кстати, этим летом Тульской археологической экспедиции и лично мной проводились раскопки на поселении УПА-2, это где сейчас мы крайне убережены, времена года. И помимо памятника интереснейшей, очень большой, многослойной, и помимо эпох переселения народов раннего Железного века, Древней Руси, там было обнаружено небольшое поселение как раз эпохи Неолита. И обнаружены, помимо керамики, я не стал здесь представлять, поскольку все-таки речь идет о кремнии, представлен целый набор характерных неолитических кремниевых орудий. Это большой массивный скребок из фиолетового так называемого валдайского кремня, нож с двухсторонней ретушью, с двухсторонней обивкой, полированный, очень красивый, тоже из валдайского кремня, фрагмент наконечника стрелы, характерная неолитическая проколка. Это вот буквально этим летом было найдено под Тулой. Работы продолжаются, находки пополняются. Ну, каменный век на этом заканчивается. И что же, все, кремень ушел в небытие? Нет, кремниевые орудия, они продолжают существовать и в последующих эпохах, так называемые эпохи палеометалла, когда уже появляются орудия труда металлические. Вот в бронзовом веке, который следует за эпохой неолита и охватывает период на нашей территории с третьего тысячелетия до начала первого тысячелетия до нашей эры, также встречается полный набор кремниевых орудий. Наряду с орудиями бронзовыми встречаются орудия кремниевые. А не всегда и не на всех этапах бронзового века количество этих орудий одинаковое. Бытование этих орудий, оно в основном связано с некими историческими событиями, которые препятствовали поставке сырья металлургического. Поскольку на нашу территорию бронза и олова шли из Кавказа либо в виде руды, либо в виде лома цветного металла, то вследствие каких-то исторических катастрофических событий, связанных с обытованием сармазских племен, на юге нашей страны соответственно это отражалось на наборе инструментария на нашей территории. Прекращались поставки бронзы, появлялось больше кремня. Поставки бронзы восстанавливались вновь, кремня становилось меньше. Но тем не менее, методы обработки кремня с эпохи неолита разительные не изменились. Качество стало хуже. Но в целом набор инструментария тот же. Стрелы с двухсторонней обивкой, крупные массивные ножи на кремниевых пластинах. Это кремниевые инвентарии для фатьяновской археологической культуры эпохи бронзы, которая бытует как раз на нашей территории. А это находки из работ 2015 года мои коллеги археологи как раз с Тульской археологической экспедиции проводили раскопки на городище Петровске в Адойевском районе. И помимо прочих материалов поздних эпох были обнаружены керамический набор и ряд изделий из камня как раз эпохи бронзы. Это вот такое каменное тесло довольно грубо оформленное как раз характерное для эпохи бронзы и несколько скребок и несколько отщепов. Инвентарь скромный, но, повторюсь, для бронзового века это нормально. Эпоха раннежелезного века тоже имеет определенный набор кремниевых орудий. он еще меньше, чем в эпоху бронзы. Эти орудия сделаны в еще более грубой и упрощенной манере. Но они опять же присутствуют. Находки, которые представлены на слайде, они сделаны на территории нашего города в Заеченском районе, где существовало поселение эпохи раннежелезного века. Раннежелезный век у нас охватывает на нашей территории период с начала первого тысячелетия до нашей эры, до конца второго века нашей эры, после которого начинается эпоха поздеримского времени. Находки изделий из кремня были обнаружены при раскопках городского слоя в яме, которая была заполнена керамикой эпохи раннежелезного века, и там были найдены орудия. Кремень в эпоху раннежелезного века продолжает жить. Раннежелезный век тоже закончился, началась эпоха позднеримского времени на нашей территории, после этого началась эпоха великого переселения народов, эпоха славянской колонизации, эпоха древней Руси, эпоха раннего средневековья, позднего средневековья. Ну, казалось бы, все, кремень должен с арены уйти, но, тем не менее, вот эта вот слабая лучина кремниевой индустрии, она продолжала тлеть, она ждала своего часа. Известны на памятниках Древней Руси, на памятниках позднего средневековья находки кресал металлических. Это вот древнерусские колочевидные кресала, вот это кресальция я нашел при раскопках поселения Щукина XI-XII века. Вот это кресало мы нашли с Евгением Васильевичем Столяровым буквально этим летом во время шурфовки на Ярцевском городище засечном как раз вот XVI века. Просто характерные вещи тоже с территории нашей области. Ну, разумеется, наличие кресала подразумевает наличие кремня. Иначе, собственно, от этого кресала нет никакого толку. Но находок таких кремней, во всяком случае, на нашей территории мне неизвестно. Кресальных кремней для вот древней Руси и позднего средневековья ну, смею предположить, что они, конечно, были, но индустрией назвать это нельзя. Потому что делаются они, скорее всего, индивидуальны и каждым человеком для себя лично. Девушки отдыхают Продолжение следует...